Всем всего доброго, всем привет, вы на канале Стас Кобальт, с вами Стас Кобальт, играю со своего аккаунта, не трусов, так, сейчас будет два интересных боя, очень таких любопытных, очень таких нереально крутых, Прошу всех посмотреть, две ЛБЗ сделал, как говорится, за час, это ЛБЗ на ПТ, это 4000 урона я нанес там с лишним, 4000 урона для чего я нанес, ну это вот знаете, в 4 раза по ХП надо сделать, Сделал я на ЮДИСе, вообще на ЮДИСе я делал ХП и 5000, это один из самых лучших ПТ нынешних, да, я его выкачал полностью, сейчас буду по нему полностью гайд рассказывать, полностью рассказывать по, вообще по игре, полностью рассказывать по каким-то танкам, Вот ЮДИС я оставил, да, и сразу его выбрал для этого ЛБЗ, для ЛБЗ 4000 урона, да, мне надо, на нем все видите 1000 ХП, а мне надо сделать 4000 ХП и более, То есть, чтобы сделать эту ЛБЗ, то есть, я на многих танках делал, я помню, эту ЛБЗ я не мог сделать, то есть, если вы будете делать, то есть, я вам советую именно эту ЛБЗ делать именно на ЮДИСе, то есть, вы ее можете легко сделать и даже 5000 урона насветить, то есть, То есть, ну, сделать не насветить, а набить, то есть, очень этот танк для именно этого ЛБЗ, я его специально купил, то есть, он у меня выкачан полностью, и у меня десятка там тоже выкачал на СТРВ, но я ее не купил, девятый уровень я прокачал, сейчас буду говорить, почему девятый уровень уступает именно ЮДИСу, то есть, он на восьмом уровне этот ЮДИС, а СТРВшка девятого уровня, она уступает. Вот, видите, смотрите, как я сейчас встаю, то есть, у меня этот танк, он приподнятый, то есть, приподнятый над поверхностью, и тем самым, он, ну, может, приподнявшись, да, он может наносить урон, вы можете его опустить и чуть-чуть приподняться, то есть, ну, как бы контролировать эту вертикальную свою, свое поднятие, вот видите, как ИС-3 разбирается, тем самым, вы можете контролировать, чтоб и по вам урон не проходил, потому что у него отражение снарядов идет от верхнего бронелиста, который вот, он такой узкий получается, и все стреляют в этот верхний бронелист, Ну, сейчас, конечно, его уже немножечко понерфили, поэтому и там и верхний бронелист пробивается у него Ну, есть такое, что проходит рикошет по верхнему бронелисту, поэтому очень такой танк, очень классненький, поэтому, и я его рекомендовал бы всем, то есть, в ангаре держать, он очень классный такой вот, для ПТ, ну, и для выполнения каких-то ЛБЗ, может быть, конечно, я не буду его прям там оставлять, прям набивать эти две, на нем эти отметки стараться Почему? Потому что я его как бы для ЛБЗ держу, есть гораздо, конечно, круче танки, такие как Шкода, такие как, я не знаю, Бетчата, и вот Бетчата у меня нет, но Шкода есть, она заменяет этого Бетчата, поэтому, причем у меня двери, вторую Шкоду я скоро куплю, тоже 10 уровня у меня, она выкачена Поэтому я говорю, значит, по ЮДИСу, что еще, какие у него преимущества, смотрите, 70 километров в час, это довольно-таки очень классная скорость, довольно-таки внушительная, то есть, 70 километров даже нету на каких-то ЛТ-шек, 70 километров он развивает, очень быстрый, очень мобильный То есть, у него плюс еще высокое пробитие, то есть, с обычным снарядом, видите, у меня голда, там два снарядика стоит, голды, остальные все, это обычные, да, подкалиберные, но обычные, потому что 248 пробития, их хватает на, чтобы шить девятые уровни Единственное, да, что-то не шьет, конечно, японские тяжи не шьет, тяжело сейчас советские шьет, потому что советские сейчас апнули, да, такие, как 257 объект, очень плохо шьет, даже в жопу не пробивает, как говорится Так что, очень такая комфортная машина, вот видите, смотрите, да, мы сейчас, вот смотрите, мы проигрываем, смотрите, но мы этот бой, я затащу этот бой В конце очень будет, конечно, нелепая ошибка, с моей стороны, я бы мог бы это ЛБЗ на отлично сделать Ну, я думаю, я, это ЛБЗ я перевыполню спокойненько на этом танке, поэтому я его просто представляю, как сейчас для всех этот танк, ну, для многих советую, если он не выкачан Сейчас я буду, как бы, вруливать этот бой, как бы, сравнивать по счету, вот Поэтому очень такой комфортный танк, он в плане этого А так, смотрите, мы уже проигрывали, в принципе, этот бой Сейчас мы начнем, как бы, я начну немного тут, немного нагибать народ, поэтому И вот этот вот, очень комфортно, на этом очень классном танке Сейчас меня даже, по-моему, тут светанут, да, вот светанули, видите На нем, то, что надо переходить, то есть, в такой режим, есть режим стрельбы, есть обычный режим, то есть, это время И надо быстро приходить с одного режима на другой, чтобы вас, когда засветили, чтобы вас не смогли пробить Вот, единственное, тоже, это такой небольшой недостаток, но если, как бы, вы на нем поиграете Уже, в принципе, разберетесь, сможете на нем спокойненько уходить В случае чего у него, видите, задняя, как бы, скорость такая, тоже до 40 километров Поэтому можно спокойненько задом сдавать и уходить Вот, как говорится, что если вас засветят, вы можете на нем уйти Ну, единственное, да, вот знаете, почему, на, допустим, на таких картах, где дальнее расстояние, где большое расстояние Там, да, комфортно играть А если, допустим, где-то город или вот эти, как вот, расстояния очень такие маленькие То, конечно, очень-очень так некомфортно становится на нем играть Сейчас сравниваю счет практически Да, причем с девятками, с десятками на нем нормально играть Вот, набил я тут, сделал этот ЛБЗ И потом будет следующее ЛБЗ, я тоже, ну, я его сделал, но и переделал, сразу играл Сразу за час сделал два нереальных ЛБЗ, там последний ЛБЗ на Шкоде Надо 2500 по ПТ нанести И там я набью 5000 хп, здесь набью 4000 хп Вот, это все было за один час в один день, видите, второго числа Играю без читов, без модов, без всяких накруток, без док-пайков Практически без голды, практически голы, как говорится, поэтому Видите, у меня никнейм такой Что играет практически голы, практически раздеты Но, как, главное, как играю Вот, поэтому По обнове, по обнове, да, если мое, мое личное мнение Мое личное мнение, мне обнова понравилась, я не знаю Кто-то там говорит, что вот, а танки уже, уже устали писать Вот, танки не заходят, танки мне не зашли Танки сейчас испортили окончательно, ну, не знаю Мне, наоборот, понравилось Еще бы больше бы таких обнов Мне бы хоть каждый день обновляли эту игру Каждый день, я бы, наоборот, радовался Вот, каждый день бы обновляли Вообще, было бы здорово, классно Что-нибудь там добавляли, что-нибудь убавляли Лишь бы каждый день ее обновляли Вообще, было бы весело Вот, или что-нибудь новое добавляли Было бы классно Или какие-нибудь задачи бы каждый день бы были бы вообще классно потому что сейчас знаете я за то что потому что сейчас многие лбз уже кто-то сделал многие сделали лбз а что дальше допустим делать вот пускай бы они новые задачи бы каждый день бы выходили они бы их делали вот смотрите сейчас как здесь я убиваю да арту все и вот сейчас мне надо сделать просто хп да я поспешил да я по это самое но пожадничал тут как говорится но не надо сделать 4000 поэтому и вот он смотрите вот он меня просто как бы таранит и все я забываю что это что у меня как бы чуть-чуть хп осталось но тем не менее набираю 4200 как раз мне это надо для выполнения этого лбз вот поэтому именно для этого лбз я советую этот лбз скачать именно этот именно этот скачать так что заходить заходите на буду выкладывать какие-то бои нереальные нереальные делать там гайды по танкам именно свои бои выкладывать так что вот видите сделал этот лбз 4 раза больше урона чем прочность собственной брони ну там чуть поспешил да мог бы я и это самое ну просто торопился вообще 5000 хп на нем максимально делал 5000 хп вот то есть пять раз набивал больше чем прочность вот это самого танка на нем всего 1000 хп жизни вот видите играл в 22 часа 34 минуты потом пересел на шкоду и потом на шкоде сыграл тоже очень такой хороший бой поэтому выкладываю на шкоде тоже вот поэтому очень хороший танк всем бы советовал этот танчик выкачать взять также у меня 10 уровня он выкачен куплю и тоже по нему сделаю гайд какой-нибудь по именно по этому танку по танку 10 уровня строй я не помню как она называется мы узнаем что это 10 уровня шведская пт для меня главное знаете многие там писали вот вот ты путаешь эти названия этих танков там это да я иногда путаю название танков потому что их уже столько много это раз во вторых для меня важно сама игра то есть сама сам сам фан а не вот запоминание название вот этих танков то есть если люди им нравится эти запоминать эти танки пускай не запоминают т-30 там т-48 к разниц какое название танка главно как ты играешь как ты как ты как бы получаешь фанты это это от этой игры как бы удовольствие и можешь ли ты там назвать себя каким-то игроком и вообще стоит тогда в эту игру играть или нет сейчас захожу на шкоду на шкоде то есть с десятками да да я сам девятого уровня видите шкода т-50 это мой любимый танчик ну сейчас две отметки пока на нем еще не взял не получается думаю думаю я его вот оставил и по в любом случае его продавать ни за какие коврижки не буду буду также двигать делать по по десятому уровню говорить но пока у меня его нет в ангаре так что буду сравнивать его с девятым с девятым уровнем посмотрим может быть тот будет лучше десятого уровня но пока мне вот этот больше всего нравится танк из с практически из всех танков которые пока есть был у меня также вот гриль гриль у него зарядку увеличили вот тоже такой хороший танк был но он такой светится очень быстро такое это самое гриль с заметностью не очень плохая и это самое и зарядка очень такая ну как бы не очень хорошая вот сейчас советские лапнули может сейчас советские пт лучше чем немецкие так смотрите вот я захожу в зад тт-шечки да где-то что-то ведь не пробивает что-то не это самое но это мушки я куда-то попал не знаю смотрите как он на меня не обращает внимание потому что он занят леопардом его чуть-чуть жизни и тем самым я пользуюсь и убиваю этот танк а того арта по ходу снимают практически полный хп у меня остается 1600 урона я на нанес уже нанесу здесь 5000 хп плюс 2 500 наберут по пт попаду вот видите там играл 22 часа 20-34 минуты здесь вот через буквально в течение этого часа есть я делаю второе последнее лбз то есть любой покажите этого же дня любой любого игрока там я не знаю любого там я не знаю кого там вы покажете джоу не джоу там я не знаю амвей не амвей ну навряд ли они смогут это повторить или сделать в один один день в один час сделать два нереальных лбз навряд ли у кого-то получится так что подписывайся на канал ставьте лайки смотрите учитесь играть ни на одном канале вот скорее всего не из не увидите как такую игру на одном стриме кстати тоже ну конечно увидите я видел да там но следил там за всеми тоже какими-то суперскими как и риса крис пикс не крис пикс с игроками но все дело в том что конечно дополнительные пайки дополнительные смотрите дополнительные там идут плюшки дополнительные они всегда играют во взводах то есть они друг другу подсказывают что делать то есть конечно там другая игра я с кем-то во взводах играл когда я с кем-то играл я ни одного боя вот там вот недавно сыграл ни одного боя не проиграл то есть во взводе в четыре в пять раз играется конечно проще потому что тебе постоянно подсказывают и постоянно в курсе где шелк происходит вот а здесь когда один ты должен сам смотреть на эту карту сам должен где-то какие-то решения принимать я никто не поможет горится когда один играешь те могут только помешать или свои помешают или тебя просто соперники убьют и все ну да сейчас здесь вот мы выиграем тем не менее смотрите 10 в них остаются 10 десяточные уровни у них остаются поэтому подписывайтесь на канал с вами был стас кобальт это канал стас кобальт буду выкладывать видео по танкам делать по танкам гайды какие мне понравились ки не понравились ки я продал вот играю без читов без голдов без всяких накруток без доп париков пир без доната и так далее играю вроде как неплохо за какой-то там статистика я да я сейчас начал как бы следить смотреть но по большому счету я не слежу не знаю сильно за за стать за прямо уже за статой за этой горится гоняться и не я не собираюсь мне главно фанглавно поймать этот поймать эту игру показать что вот какие-то танки да какие-то танки взял да продал потому что я увижу что они не гнут то есть если я вижу гоник танк гнущий то я его ни за что не продам если я вижу что танк не очень то я естественно его продам вот видите как быстренько я зарабатываю эту тысячу хп пустив спустив как говорится да я подставился здесь там смогу сказать так вот сыграл как рак не я я знал что я делаю я я подставляюсь но тем не менее наношу допустим тысячу урона это гораздо гораздо лучше а бадгер он не высунулся и вот здесь вот я играю смотрите как бадгер успеет успеет развернуться практически но я успел уйти и два раза я играю как говорится всегда на тонкого то есть да сейчас бы менял бы он убил бы но тем не менее я наношу столько урона и мне главно сам фан сам фан игры да может если он меня тут убил бы но смотрите сколько я урона наношу поэтому ни на одном стриме вот такое не увидите то есть два хп за два лбз за час одно с отличием два тяжелых лбз одно четыре тысячи по по урону и 2 500 это по пт это последнее то там тоже тоже на отлично сделал без всяких пайков без читов без всяких этих так что подписывайтесь на канал ставьте лайки с вами был стас кобальт буду выкладывать свои бои лучше не лучше но с десятками вот так вот сыграл я считаю это неплохая игра для одного человека эта игра не во взводе во взводе в два в три раза проще играть когда один игра меняется игра сложнее становится и без читов без биби с донатов с донатами лук проще так что всем всего доброго всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайки я ни на кого не собираюсь обижаться там можете какие хотите комментарии ставить можете дизлайки ставить не все равно я не собираюсь ни на кого обижаться я понимаю что у нас люди вот такие вот им лишь был куколь ночь да пожестче кого-нибудь поэтому сам я никогда не оставляю какие-то негативные даже если мне видео не нравится ну где-то там если уже меня конечно сильно касается тогда могу я оставить какой-нибудь злостный комментарий а так в основном не никогда не ставлю все всем всего доброго с вами был стаскобальт до новых встреч до свидания